добрый вечер друзья добрый вечер евгений гордеев из славного города героя смоленска и он все равно добрый этот вечер несмотря на то что говорить мы будем о скорбных наших делах мы будем говорить о таком скорбном деле как ритуальные услуги ритуальные услуги нынче как мы все знаем дорогие а тут еще говорят на 15 и более процентов подорожали гробы в связи с тем видимо что древесина подорожала я не знаю может быть кто-то из предпринимателей из инженерно-мыслящих предпринимателей предложат делать гробы из папье-маше знаете вот материал вот десяток яиц таких вот коробочках есть как бы из бумаги носит такой прессованный раньше куклы делали из этого материала и так далее или например с такого материала как тоже пластик такой вот есть тоже форме гроба кстати только что там для 10 яиц есть места пластиковые и какие-то еще там из из полиэтилена какого-то не знаю чего мягкого такого поля чего-то там дорого да дорого стоит очень дорого стоит земля на которой можно захоронить человека на кладбище земля порой и зачастую левые деньги значит требуют от нас для того чтобы придать земле наших родных и близких не дай бог не дай бог ну а что делать жизнь такая и смерть такая все в россии дорого и родить человечка дорого вырастить и похоронить и благоустроить могилку тоже дорого чему я это все подвожу да к тому что еще есть присосавшиеся к этому скорбному бизнесу кроме того что масса этих бюро похоронных каких-то ритуальных услуг там по изготовлению и цветов и гробов и памятников и надгроби всего-всего-всего и оградок и скамеек и страшно подумать чего только нет и все есть и все довольно таки дорого и дорожает постоянно значит я не знаю связано ли это с ценами на бензин так сказать или же с какими-то действиями с украиной или же с санкциями значит американскими к россии не знаю не знаю и не знаю но все все дорожает и вот значит еще какие-то присосавшиеся так в москве недавно значит была проведена операция целая по задержанию полицейских из органа из отделов внутренних дел марина и кузьминки которые зарабатывали свои бабки ну помимо зарплаты естественно левые бабки на продажи ритуальщикам то есть владельцам идем этих бюро похоронных сведений об умерших жителях столицы то есть сейчас настолько конкуренция большая что кто первый прибежит понимаете то есть как у нотариусов не поделены участки значит чтобы два нотариуса обслуживали значит один и тот же дом или один и тот же адрес так сказать ну и ту же квартиру такого нет слава богу иначе бы они может быть тоже перестрелялись между собой не дай бог нотариус а здесь значит здесь дележа такого нет здесь значит кто первый прибежал тот может быть и съел а съезд он довольно таки приличные суммы это так сказать и макияж трупа так называемый обувание переодевание переобувание макияж значит формали формалини зация и так далее и так далее перевозка дальше там гроб по цветы венки оркестр поп и могила и дальше пошло по прескуранту вот и они продавали значит сведения что вот там-то умер иван иванович иванов все бежит толпа значит впереди самый длинноногий понимаете бежит толпа этих может быть они даже продавали нескольким ритуальщикам одну и ту же информацию не знаю ну милиции тоже не дураки так сказать как видно как видно не дураки раз привлекают значит дураки так в этой преступной схеме вот в этой только а сколько их таких преступных схем участвовали аж девять сотрудников мвд господину колокольцеву так сказать минусик за это они с тринадцатого по семнадцатый год заработали в кавычках заработали на этом грязном деле аж 2 миллиона рублей но это только что сумели доказать им конечно же ими по имели они гораздо больше гораздо больше на некая такса какая-то была у них так сказать определенная из-за каждого такого сообщенного они получали свои денежки и эти суммы я думаю многократно превышали их оклады денежного содержания то есть их зарплаты по должностям в мвд среди задержанных были как уволившиеся сотрудники которых связи остались так сказать в определенных там структурах так и действующие сотрудники органов внутренних дел вот и все они стали фигурантами этого грязного дела о получении взяток в особо крупном размере ну еще естественно и взяткодатель был задержан работающий в похоронном бизнесе ну а как иначе значит как иначе я не знаю каким образом значит им доказывали видно раскололи значит до самых помидор раскололи этого взяткодателя раз речь идет смотрите с 13 по 18 год целых пять лет за пять лет им значит какие-то взятки вменили и вспомнили за какие сведения они получили эти взятки это только этот мог сам взяткодатель рассказать ну видимо ему за это так сказать смягчат видимо может быть он пошел подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и так далее и в облегченном режиме он уйдет места не столь отдаленные ну а я вспоминаю значит что когда-то вот осенью кажется прошлого года при ангаре в при ангаре это вы знаете что это где ангара река течет там задержали на одного меньше восемь аж полицейских по такому же примерно преступлению и тогда значит всего лишь сумма видимо за небольшой период времени за небольшой составила около 300 или 280 тысяч рублей которые поделили между собой за предоставление таких сведений и участковый и оперативный дежурный по райотделу полиции и помощник оперативного дежурного которые первые получали сведения что где-то кого-то там убили где-то кто-то упал где-то кто-то умер в пьяном состоянии и так далее и они сразу же сообщали так сказать своему вот этому взяткодателю это было шелиховском районе и иркутской области друзья мои я не сомневаюсь нисколько что и он в моем родном городе герой смоленске и на смоленщине целом процветает та же система та же структура все то же самое понимать и никуда от этого не деться никуда потому что потому что левые деньги даже не пости дарта даже людям погонах наверно не помешают и они пользуются тем а что тут такого они думают ну что понимаете ну сказал значит и что и что меня за это теперь а вот теперь получат лет по восемь так сказать и задумывается а с другой стороны действительно за что за что что я первый узнал значит о том что там-то кто-то умер и первый сообщил тому-то тому-то а он мне дал вознаграждение да дело в том что любой мент ну сейчас полисмент является должностным лицом даже рядовой как только получил удостоверение напялил форму ты уже должностное лицо потому что ты можешь распоряжаться так сказать ну если не судьбами то какими-то жизненно важными для людей вопросами вот задерживать кого-то кого-то проверять документы и так далее и тому подобное смотря в какой-то должности вот ты являешься должностным лицом представляющим государство и вот это должностное лицо данное ему вознаграждение должностному лицу и называется в уголовном кодексе взяткой и отвечает за это преступление как взятка датель так и взятка получатель и тот из них но но есть оговорка в этой статье тот из них если кто-то из них заявит соответствующие органы о том что он дал или получил взятку или собирается дать или с него вымогают тот освобождается от уголовной ответственности с вами был Евгений Гордеев друзья из славного города героя Смоленска и тут не совет конечно и просто дай бог друзья чтобы мы вы и мы наши родные и близкие жили долго и счастливо не болели не страдали не пользовались услугами ритуальными подольше никогда не удастся а подольше не пользовались и что еще не забывайте о том что у меня в моей семье есть приют кот том пасия который всегда днем и ночью праздники и будни ждет от вас любой любой повторяю хоть маленькой материальной помощи это очень поддерживает это держит нас на плаву это не дает нам расслабляться и даже думать о том чтобы куда нам эту ораву девать я вот забиваюсь в уголок здесь у меня голубое облако кошка как его зовут там миля живет там вот лиска лежит и больше я стараюсь сюда не пускать сейчас никого потому что здесь компьютер здесь я работаю как могу здесь я в понедельник уже приползу с операции с заклеенным глазом и мне надо целую неделю почти спать на одном боку значит у меня левый глаз будет значит на правом боку надо спать вы представляете я не совсем представляю один глаз мне делали лет 12 назад то же самое меняли у Сталик но я тогда моложе был на 12 лет и я помню что как-то в легкую выдержал хотя врач мне тогда на пару перерезал какой-то кровеносный сосудик и я долго 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 короче все это заживало ну и сейчас вот как бы сама операция бесплатно будет понимаете вы наверное думаете а чего он денег не просит так сказать помочь ему нет я не буду прозить почему потому что она бесплатная через ФОМС и даже этот как хрусталик самый бесплатный конечно если бы были деньги есть сейчас хрусталики американские там японские которые выполняют те же функции что и живой они они увеличивают и уменьшают ну как это сказать линза увеличивает в дальности вблизи можно а сейчас когда мне ставили 12 лет назад они спросили какой вам поставить вдаль смотреть или вблизи так сказать читать я говорю вдаль ставьте а вот сейчас не знаю не спрашивают почему-то видимо они подровняют к этому что ли в общем в неведении но я хотел сказать что что сейчас зато бесплатно но дают вот такой вот список лекарств которые надо сейчас уже сын мой бегает ищет эти лекарства во первых не везде они есть а во вторых цены какие-то запредельные понимаете 600 800 900 рублей капли какие-то в глаз вы меня извините а да еще одно а капать их надо там некоторые дорогущие лекарства пять дней допустим да а потом выкидывать этот пузырек то есть его никуда не отдашь в больницу никуда потому что ну больше не надо там их капать вот допустим операционные такие лекарства ну чтобы там обеззараживать наверное и все так заживлять и вот и получается сын мне уже говорит давай договорись значит с людьми там на пять человек пузырек купите и кап а я говорю а где мы будем собираться капать у меня что ли здесь среди кошек ну это уже шутки так что придется значит вот сынули моему завтра побегать и искать может аналоги более дешевые какие-то ну то есть надо 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 нам ребята жизнь какую-то там веселую прожить допью допою надо что-то важное ребята в этой жизни совершить помните такую песню хорошие были песни как-нибудь мы с вами соберемся до этого экрана и попоем друзья пока Евгений Гордеев был с вами всего доброго